Привет всем! Как раз вот у меня закончилась сессия, я опять начинаю записывать видосики и выкладывать их для вас, так что простите, так что получилось, что какое-то время не выходили видео. У меня было 9 экзаменов в этом семестре, мне нужно было время, чтобы к ним подготовиться. И, в общем, одним словом, я для того, чтобы эффективно готовиться к экзаменам, я, конечно же, искала какие-то стратегии для того, чтобы эффективно учиться, и при этом нормально себя чувствовать человеком, да, и поэтому сегодня я вам хочу поделиться той стратегией обучения, подготовки к экзаменам, причем не обязательно использовать ее только во время экзамена, вы можете ее использовать постоянно во время вашего обучения в школе, в университете, и это та стратегия, которая эффективна для меня, это та стратегия, которую очень советуют немецким студентам на сайтах, разных на форумах, в общем, в любом случае, так учатся большинство немецких студентов, и сегодня расскажу вам основные несколько правил, по которым нужно действовать, чтобы эффективно подготовиться к экзаменам и хорошо их сдать. Первое правило – различать между активным и пассивным изучением. Сразу поймите, какой экзамен вам нужно сдавать, или он у вас тестовый, и вам нужно просто знать какие-то факты, или он у вас устный, там, где у вас будут открыты вопросы, и, конечно же, к разным видам тестов нужно готовиться, к разным видам экзаменов нужно готовиться по-разному, и это основное то, что вы должны понять еще до того, как вы начнете готовиться к какому-то экзамену, или учить какой-то отдельный предмет, поймите, как вам нужно знать материал, нужно ли вам знать его только распознавая, или вам нужно знать его и иметь возможность его воспроизводить. Это очень важно, и мне кажется, что это ключ к успеху, особенно если вы готовитесь к устному экзамену, который априори будет сложнее, то тогда обращайте внимание и уделяйте намного больше времени тому, чтобы вы тренировались отвечать на какие-то вопросы. Второе и обязательное правило это здоровый сон, не забывайте о том, что когда вы учитесь, вашему мозгу нужно время, чтобы обработать то, что вы выучили, поэтому спать нужно достаточно, для кого-то может быть и 6 часов достаточно, для большинства из нас 8 часов, это то, что достаточно, и то, что необходимо для того, чтобы запомнить какой-то новый материал. Третье правило это ставить себе какие-то задачи, в идеале возможно создавать себе какие-то списки задач, их не должно быть много, я бы ограничилась всего лишь тремя такими задачами, и они должны быть обязательно, они должны быть выполнимыми. Если вы планируете что-то типа как за день выучить весь курс лекций по биологии, это нереалистично. Три маленьких задачи, которые вы точно можете выполнить, это оптимально, и, конечно же, это вам даст почувствовать себя хорошо, потому что вы не провели день зря, и это поможет вам двигаться вперед. Четвертое правило это понять, какие формы изучения для вас эффективны. Например, для некоторых людей эффективно записывать материал, да, то есть, возможно, вы из тех, кто лучше запоминает, когда что-то там записал о себе, поэтому если вы из таких, то, конечно же, записывайте, выписывайте самую важную информацию, это очень удобно, когда вам нужно потом в конце уже повторить все перед экзаменом. Для кого-то, например, и современные исследования показывают, что для большинства из нас очень эффективно, если мы кого-то обучаем, да, потому что таким образом мы сами запоминаем намного лучше, поэтому если вы хотите хорошо запомнить материал, просто расскажите его кому-то другому, расскажите его своим родственникам, своей собачке, своей кошечке, и тогда вероятность того, что вы запомните и хорошо поймете материал намного выше. Пятое правило заниматься спортом. Не забывайте о том, что вы человек, что и ваши какие-то телесные потребности также имеют значение. Занимайтесь спортом, потому что если вы сидите целый день за компьютером и не встаете, вы очень-очень вредите своему организму, и, возможно, вы подготовитесь к экзамену, и будете себя чувствовать хорошо по поводу учебы, но как бы в целом ваше здоровье от этого пострадает, вы себя станете чувствовать хуже, и это также может негативно повлиять на результат. Так что не забывайте про спорт, и про свежий воздух, и про прогулки, и про бег, и про все, что вам нравится, и обязательно не забывайте делать то, что вам приносит удовольствие. Шестой совет это учить, связывая то, что вы уже знаете, с каким-то новым материалом. Это очень важно, потому что именно такая методика поможет вам запомнить большие объемы информации, потому что просто заучивать какие-то факты очень-очень глупо, они забываются достаточно быстро. Пытайтесь понимать, пытайтесь понимать взаимосвязи, пытайтесь понимать, как все работает, и тогда вы будете знать материал не только до того момента, как вы пойдете на экзамен и сдадите его, но вы также будете знать эту информацию буквально на всю свою жизнь. Седьмое правило это медитация. Я не знаю, подходит ли вам это. Я еще не поняла даже для меня подходит это или нет, но я пытаюсь иногда это делать. По крайней мере, есть исследования, которые показывают, что медитация помогает студентам лучше концентрироваться, лучше воспринимать материал, поэтому есть очень много разных форм медитации. Я не буду здесь вам ничего советовать, не буду советовать, что это подойдет каждому, но просто попробуйте, возможно вам это понравится, и это вам действительно поможет почувствовать себя лучше. Восьмой совет это использовать разные методики для того, чтобы как-то упорядочивать свое время. Я сейчас имею в виду, например, такие методики, как помодора, да, то есть по этой методике вы учитесь 25 минут и 5 минут отдыхаете, потом опять учитесь 25 минут и потом отдыхаете опять 5 минут, потом вы, по-моему, если я не ошибаюсь, должны через какое-то время делать перерыв чуть больше, ну, в любом случае, у меня никогда эта методика не работала, поэтому я для себя взяла другую. Я учусь 45 минут, так как вот в школе, да, урок 45 минут, и потом 15 минут отдыхаю, потом я учусь еще 45 минут, и потом, возможно, даже сделаю чуть перерыв побольше. После трех таких вот, как бы, единиц, да, обучения, после трех таких часов, мне точно нужен перерыв, который будет дольше, чем 15 минут, в общем, в любом случае, поймите, в каком темпе вам удобно учиться, и обращайте внимание просто на то, чтобы вы учились дольше, чем вы отдыхаете, потому что иначе это все малоэффективно, в любом случае, поймите, что вам подходит, что вам нравится, и делайте это так, и тогда у вас все получится. Ну и последний, девятый совет, это система повторения. Не забывайте о том, что материал нужно повторять, иначе он просто забудется, поэтому старайтесь в конце дня сначала повторять тот материал, который вы выучили в течение дня, потом хотя бы через два дня опять повторить, и, в общем, делайте так, чтобы у вас вот эти вот промежутки повторения увеличивались. В интернете, я думаю, вы найдете достаточной информации о том, как нужно повторять, и чтобы вот там все это связано с каким-то биоритмами мозга, в общем, я не сильно верю в это, но я стопроцентно уверена, что повторения очень важны, и то, что увеличение вот этих вот расстояний между повторениями также очень важно делать. Не стоит повторять очень много в самом начале, а потом забивать на это все. Точно так же не нужно вообще забивать на повторения, потому что это малоэффективно. Вы учите что-то, а потом тут же забываете. В общем, повторение это важно, выработайте тут точно так же для себя какой-то план, какую-то стратегию, как вам это удобно делать, и как для вас это эффективно работает, и тогда все получится. В общем, вот такие вот мои 9 правил для того, чтобы эффективно учиться в университете, для того, чтобы эффективно сдавать экзамены. Думаю, что они не уникальны для Германии, они работают по всему миру, неважно, в какой стране вы живете. Какие-то правила могут показаться вам бесполезными, какие-то правила вы уже используете в данный момент. В общем, надеюсь, что каждый из вас что-то для себя взял из этого видео, что оно было для вас интересным. Если это так, обязательно поставьте ему лайк. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте про ссылочки на Amazon. Если вы что-то покупаете на Amazon, просто переходите туда через мои ссылочки. Я вам буду за это очень благодарна. До новых встреч. Пока-пока.